МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Пятая часть жителей Казахстана не получали бесплатные лекарства на протяжении нескольких месяцев. Теперь этой проблемой занимается Министерство здравоохранения. Если такие случаи подтвердятся, то их направят в правоохранительные органы. Екатерина Комиссарова расскажет подробнее. 5,5 тысяч правонарушений зафиксировали с начала года камеры видеонаблюдения в областном центре. При этом с прошлого года камеры устанавливаются не только на перекрестках и во дворах жилых домов, но и в подъездах. Андрей Деменок расскажет подробнее. Осторожно, тонкий лед. Спасатели Кустанайской области предупреждают жителей быть аккуратными, выходя на лед. Динара Абдирова расскажет подробнее. Сеть студенческих общежитий будет построена в Кустанайе. Государственные вузы разрабатывают проекты. Подробнее о том, сколько учащихся смогут получить места в общежитии, расскажет Ярослава Богатырева. В Казахстане пятая часть граждан не получила бесплатные лекарства. Министерстве здравоохранения серьезно занялись этой проблемой. С начала года в ведомство обратились больше 600 человек. Ельжан Бертанов пообещал принять меры, провести проверку. И если такие факты подтвердятся, то их передадут в правоохранительные органы. Мои коллеги расскажут подробнее. В Министерстве здравоохранения серьезно взялись за проблему нехватки бесплатных лекарств по всей республике. По словам министра, за первые три месяца 2018 года в ведомство поступило более 600 жалоб от казахстанцев. Только в прошлом году на обеспечение бесплатными лекарствами по рецептам в поликлиниках было выделено около 100 миллиардов тенге. Мы в связи с этим провели выборочный обзон 500 пациентов. И около 100 пациентов нам указали на то, что они препараты не получали. Хотя в системах поликлиник региональных они считаются как получившие лекарства. В связи с этим это нас очень серьезно насторожило. В связи с этим министр здравоохранения дал поручение Комитету формации, Комитету охраны общественного здоровья и местным исполнительным органам до конца апреля провести выборочную проверку среди 20 тысяч пациентов. Дело в том, что бесплатные лекарства, которые у нас предоставляются по 50 нозологиям, по 50 заболеваниям, это порядка 400 наименований лекарств, у нас получают порядка 2,5 миллионов человек. И все рецепты у нас дублируются в электронном формате. И мы знаем, какие врачи, каким пациентам выписали лекарства и как они их получали. Проблема в том, что многие пациенты не состоят на учете. И их данные отсутствуют. И когда они приходят, то проблема уже в том, что на них заявки не было. Как уточнил министр здравоохранения Ельжан Бертанов, если при проверке такие факты подтвердятся, то их передадут в правоохранительные органы. Екатерина Комиссарова, РТН. Почти 300 семей из трудоизбыточных регионов Казахстана переедут в этом году в Кустанайскую область. Для переселенцев в регионе уже есть работа. Почти тысячу вакантных мест предлагают предприниматели, аграрии, социальные службы. При этом во многих районах участникам программы переселения готовы предоставить и жилье. Подробности в сюжете. Трудоизбыточными в стране признаны Южно-Казахстанская, Жамбылска, Алматинска, Казалардинская и Мангистауская области. Именно оттуда по госпрограмме переселяют людей в трудодефицитные регионы, к которым относится и Кустанайская область. Для привлечения новых кадров в каждом городе и районе разработаны паспорта и карты расселения. В паспортах указаны сведения о наличии социальной инфраструктуры, школ, дошкольных учреждений с языком обучения, объектов здравоохранения. К этому населенному пункту, планирующему принять переселенцев, указаны работодателям и перечень имеющихся вакансий. На сегодняшний день по области имеется 962 вакансии для переселенцев, предоставленных 216 работодателями. Наибольшее количество вакансий заявлено по профессиям. Это механизатор, учитель, врачи, медсестры, крановщики. По словам Гульнара Бенова, отдельно оговаривается и возможность обеспечения переселенцев жильем. В Кустанайской области есть работодатели, готовые предоставить его бесплатно. Есть те, кто предлагает ведомственную жилплощадь на платной основе. Также по госпрограмме предусмотрены субсидии на аренду жилья в течение года. При этом перед акимами городов и районов стоит задача привлекать именно те кадры, в которых есть нужда. Если супруг, допустим, он подходит для Файзулина или Буканова, Ирка, например, или другого, да, сельхозтоваропроизводителя, а супруга является врачом или медсестрой, которой не хватает нам сегодня системы здравоохранения, то они могут получить помощь из трех-четырех источников. По переселению раз сельхозтоваропроизводителя. Третье направление, которое мы привлекаем по меморандумам, врачей в область, даем им подъемные. Четвертый еще там с дипломом и так далее. То есть у нас несколько направлений. По данным Управления координации занятостей и социальных программ, в этом году в Кустанайскую область ожидается прибытие 272 семей из трудоизбыточных регионов Казахстана. Это в 10 раз больше показателя прошлого года. Манарбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН. Другим темам. С начала года в Кустанае благодаря камерам видеонаблюдения удалось выявить 5,5 тысяч правонарушений. С осени прошлого года видеофиксаторы активно начали устанавливать и в подъездах многоэтажных домов. При этом доступ к записям имеют не только полицейские, но и жители многоэтажек. Андрей Деменок изучил программу видеонаблюдения. Можете посмотреть дату здесь, месяц и время, и вот секунды. В режиме реального времени Жанна Ибраева, не вставая с дивана, наблюдает за происходящим в собственном подъезде. Для мамы двоих детей очень важно знать, что происходит по ту сторону входной двери. У меня двое маленьких детей. Мы с мужем всегда на работе. И я могу вне дома круглосуточно наблюдать, что происходит в подъезде и за пределами моего подъезда. Ты можешь онлайн наблюдать, что происходит, кто пришел, кто ушел. То есть безопасность за себя и за свое имущество. Сегодня камеры облачного видеонаблюдения, когда за происходящим в подъезде можно наблюдать в режиме реального времени, работают в шести сотнях подъездах областного центра. Ожидается, что в этом году их количество увеличится еще наполовину. В подъездах устанавливаются по две камеры. Они подключены к единой сети. Одна из них снимает дворовую площадку, другая – входную группу. Запись в подъезде ведется круглосуточно. При этом воспользоваться возможностью узнать, что происходит за твоей входной дверью, не открывая ее, имеет каждый житель дома. Зайти в личный кабинет можно при помощи телефона, планшета или же компьютера. Для этого необходимо ввести свои данные в личном кабинете. И все. Можно отсматривать видео. Облачное видеонаблюдение считается технологией передовой с удаленным хранением видеозаписей. Это значит, что даже если злоумышленники повредят камеру, запись сохранится на сервере или по-другому облаке. При этом видеофиксаторы оснащены функцией съемки в темноте, а архивные записи доступны для просмотра в течение семи дней. Подключение к объездах производится бесплатно, самого оборудования. Стоимость услуги для желающих подключиться абонентов составляет от 300 до 500 тенге в месяц. Сегодня камеры облачного видеонаблюдения работают в системе госпроектов «Стоп-кражем» и «Безопасный двор». Всего же с начала года в областном центре было выявлено 5,5 тысяч административных правонарушений. В полиции отмечают, что камеры видеонаблюдения облегчают работу стражам порядка. Они выдают цветное изображение и позволяют распознавать лица подозреваемых. Виктор Ваташко, Андрей Деменок, РТН. Спасение утопающих – дело спасателей. В Кустанайской области начали предупреждать любителей рыбалок об опасности выхода на лед. Пока средняя толщина по региону достигает около метра, но чесники уже работают в усиленном режиме. Запретить рыбакам находиться в опасных местах спасатели не могут, поэтому остается лишь караулить и предупреждать. Динара Абдерова вместе с водно-спасательным отрядом побывала в рейде. Сегодня для Виктора сложилась не совсем удачная ловля. На его удочку попались только две рыбки. Не та погода, уверяет рыбак. Правда, снег и ветер не помешали Виктору выйти на лед. У рыбаков, как он говорит, свои меры безопасности. Не лезь на тонкий лед, меры безопасности. Если трясет, не иди. Зачем приключения искать? Ну и все. Такие безопасности. Запретить рыболовам находиться на льду спасатели не могут, поэтому они как можно чаще выезжают на обходы. С начала весны спасатели работают уже в усиленном режиме и предупреждают любителей рыбалок об опасности выхода на лед. Разъяснительную работу чесники начали с 1 марта. Каждый день по два раза они совершают обход территории на таком снегоходе. Избежать трагедии можно, нужно лишь соблюдать несколько правил. Не ходить по тонкому льду и не ходить одному без спасательного жилета. Ну а если вы все-таки вышли порыбачить, то нужно иметь и свои средства защиты. Лед скоро начнет уже отходить. Меры безопасности, чтобы жилеты были обязательно. Сейчас средняя толщина льда по области 80-90 сантиметров. В некоторых регионах она достигает 1 метра. Пока случаев с летальным исходом не было. Однако, как говорят сотрудники департамента ЧАЭС, есть много рыбаков, которые пренебрегают правилами нахождения на льду. И многие несчастные случаи происходят именно из-за безрассудного отношения любителей порыбачить. Естественно, да, с повышением температур воздуха лед будет подтаивать, снизу подтачиваться и, естественно, будут расходиться льдины. В первую очередь, конечно, хотелось бы предупредить любителей подледного лова, жителей области, что при выходе на лед нужно соблюдать правила безопасности поведения на льду. Есть полный список правил поведения на льду, но жителям нужно запомнить лишь некоторые. Не проверять прочность льда ногой, не выходить на открытые местности и всегда сообщать близким и родным, где именно вы находитесь. Диарах Мечен, Динара Абдирова, РТН. Далее в нашем выпуске рубрика «РТН. Происшествия». Я передаю слово ведущему Виталию Луговскому. Спасибо, Елена. Здравствуйте. Итак, о некоторых подробностях дела об убийстве Кустаневской школьницы, о изъятых в Кустаневской области оружия и боеприпасах, о найденном в Российской Федерации преступнике, который скрывался от правосудия 17 лет и итогах операции правопорядок сразу после небольшой рекламы.